Цены в Крыму выше, чем в Москве. Об этом заявил российский бизнес-омбудсмен. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов посетил Куйбышевский рынок в оккупированном Симферополе. Крымские предприниматели недовольны национализацией. Жалуются, их права грубо нарушили. Просто взяли и отобрали имущество. По сути дела, произвели рейдерский захват нашего имущества. В нарушении всех законных процедур. Никто не собирается объяснять, почему, для чего это было сделано. У нас забрали не только здания, у нас забрали все, вплоть до мебели и ручек, и, извиняюсь, ведер и тряпок. Речи о каком-то возмещении не идет. Просто написали считать вот это все собственностью Республики Крым. А как же люди? 16 тысяч пайщиков, граждан Российской Федерации. Нам кричат сегодня, что этих пайщиков не существует в природе. Но вот мы сейчас увидели только маленькую долю этих людей. Цены выше, чем в Москве. Это, конечно, очень нас волнует. И тут мне говорят, что прокуратура занимается. Если у нас прокуратура начнет заниматься ценами, а не рынок, то тогда у нас точно ничего не будет. В Советский Союз вернемся. Мы должны делать так, чтобы цены были рыночные, в зависимости от спроса и предложения. И не было никакой конъюнктурной искусственной надбавки.